Считаете ли Казахстан второй родиной для чеченцев? Конечно, мне сложно представить тесную дружбу свободной Чечении с какими-то режимами сегодняшних стран, обнимавшихся с Кадыровым, принимавших Кадырова за чеченского лидера. Конечно, мне сложно это представить. Понятно, что не будет наверняка каких-то близких с ними отношений. Томсо, здравствуй, я Армянин. Почему чеченцы поддерживают азербайджанцев в войне против нас и помогают им? Азербайджанцы же шииты. Шииты это отступники от истинной исламской веры. Мне, как Армянину, обидно. Иван Иванов, здесь вообще не присутствует никакая религиозная тема. Как ты действительно правильно заметил, шииты для нас ничуть не ближе тех же христиан. Ну, смотря какие шииты, конечно, здесь надо определять. Профидиты. Но здесь у нас нет какой-то религиозной подоплеки. Вопрос карабахского конфликта, это вопрос чисто справедливости. Неважно, кто там, какое у них вероисповедание и так далее. Мы просто видим, вот моя точка зрения, и многие со мной, из моего народа, я со мной ее разделяю. Это хитрость, с которой действует Армения, и искренность, с которой действует Азербайджан. И поэтому, конечно, мы поддерживаем тех, кто в этом вопросе искренне. Любой армянин говорит, что Карабах, это не Карабах, а это Арцах и это Армения. Но официальная позиция Армении, что это нет не Армения, это независимое государство. Но это не независимое государство, понимаете. Это уже обман. Воюют там почему-то армянские солдаты. Если это независимое государство, у него своя армия, причем здесь армяне. Потом Армения говорит, что это независимое государство, но сама Армения не признает независимость этого государства. Понимаете, эти двойные стандарты, это настолько как бы неприемлемые вещи, они настолько отталкивают. А Азербайджан в этом плане, он искренен, он говорит, наша территория, Карабах, это Азербайджан. Мы заберем. Поэтому, ну нет у нас даже вопроса по этой теме, кого здесь поддерживают. Конечно, мы поддерживаем того, кто открыт, кто искренен, чьи претензии для нас понятны. Если бы Армения хотя бы вот точно так же открыто сказала бы, это вот наша территория, это Армения. И мы претендуем на то, чтобы это была Армения. Это было бы хотя бы честно. Тогда можно было бы рассуждать хотя бы на эту тему. А так я даже в рассуждение не захожу, потому что хитрость меня сразу же отталкивает. А как ты относишься к тем теориям, что между нами армянами и вами чеченцами есть связь из-за Урарту? Неужели это наша армянская сказка, как все утверждают? Я думаю... Куда ты делся? Куда-то пропал его комментарий. Он сам ударил его. Я не знаю, я не слышал эту сказку. Я не хочу даже это слышать. Я думаю, между всеми людьми на этой планете есть определенная связь, так как мы все имеем одно происхождение. Но не более того, ничего ближе, чем это, между нами нет. Томсо согласен, что мы всегда должны относиться к мусульманским странам, как к чужакам, и всегда держаться подальше за то, что не помогали нам в войне, когда мусульмане и Кавказы воевали. Или, простите, это, дон-дыр политика, она строится на интересах. И здесь нет такого, вот эти нам не помогли, мы на них обиделись, и все, теперь мы будем всегда играть с другими в прятки, они с нами больше в прятки играть не будут. Это детская тема. Политика строится так, мы имеем отношение с теми, с кем нам их выгодно иметь. А с кем нам не выгодно иметь, теми мы не имеем. И именно так должен поступать политик, оставить все вопросы обид и так далее. Поэтому, конечно, мне сложно представить тесную дружбу свободной Чечении с какими-то режимами сегодняшних стран, обнимавшихся с Кадыровым, принимавших Кадырова за чеченского лидера. Конечно, мне сложно это представить. Понятно, что не будет наверняка каких-то близких с ними отношений. Но мир устроен так, что режимы меняются. В этих, допустим, странах Персидского залива один монарх умирает, на его место приходит его сын. Это уже совершенно другая политика начинается. Поэтому давайте будем в политическом плане более взрослее и будем рассуждать об этом по-взрослому. Нет вот этих вопросов обид, он сделал то, а этот не сделал. Нет, мы там, где нам выгодно и с кем нам выгодно, мы будем иметь нормальные партнерские отношения, с кем-то будем дружить близко, с кем-то будем не дружить. Но все в зависимости от наших интересов. В то же время надо понимать, что любые исламские, мусульманские общества для нас являются близкими. Это наши братья и сестры. Вне зависимости от того, что там происходит в их странах, их режимы, чтобы они творили. Общество, если оно исламское, то это для нас близкое общество. И мы никуда от них не денемся, как и они от нас. В том числе, посмотрел выступление Путина на ПМФ, короче, в Питере, и находишь, что Путин поменял агрессивную риторику по Украине. По крайней мере, в его словах не было столько агрессивных высказываний, сколько в начале вторжения. Вообще, вот этот форум, экономический форум, проводимый в Питере, это, наверное, такое самое либеральное мероприятие, которое проводится с конца 90-х. По-моему, 25-й был юбилейный форум в этом году. И там традиционно вообще бывают речи самые такие либеральные, там в основном говорят об экономике. И это форум, который изначально создавался с целью привлечения инвестиций, то есть создать впечатление перед потенциальными инвесторами, что Россия это вот такое вот максимально либеральное, такая хорошая страна, прекрасное общество. Поэтому здесь неудивительно, что Путин на этом мероприятии был более мягок. Но зато этот форум заполнился скорее выступлением Такаева. Вот что было действительно неожиданно, я уверен, для Путина. Это то, что Путин никогда не простит Такаеву. Я уверен, что там уже в Кремле начата работа по отомщению Такаеву. Сейчас начнутся всякие схемы гибридных войн, самые лучшие приемы России введения гибридных войн будут задействованы в Казахстане. Все вот эти спящие ячейки, российская агентура сейчас возбудится, начнет работать. И Казахстан, скорее всего, столкнется сейчас с определенными проблемами. Путин это не простит. То, что Такаев сделал, это с точки зрения Путина предательство, после которого предательства уже нет. Это очень серьезный такой был момент. Путин, который считает, что лично он спас Такаева, когда стоял выбор между Назарбаевым и Такаевым, выбрав Такаева. И он такое выступление Такаеву не простит. Такаев сказал именно то, что сказал, сказать ему Путин, как же ты далек, не забывай, Такаев не может подпасть под санкции. Казахстан снабжает Путина, это жизненная артерия России на время санкций. Я все понимаю, но в понимании Путина Такаев не мог прилюдно высказать так откровенно, как он сам там сказал, это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос. И от этого откровенного ответа там видно было, что Симоньян даже стал как-то не по себе. Я убежден в том, что Путин ему это не простит. Он не имел права в понимании Путина, он не имел права такое высказать вот так публично. Он должен был очень так обходительно, политкорректно разговаривать. Считаете ли Казахстан второй родиной для чеченцев? Ну, у нас есть диаспора, которая с момента высылки осталась жить в Казахстане, их немало. Для них, наверное, будет она вторая родина. В целом, для нас, конечно, нет, не является Казахстан второй родиной. Для тех, кто остался и проживает в Казахстане, для них, наверное, да. Это как, допустим, Иордания. В Иордании есть большая чеченская диаспора. А является ли Иордания второй родиной чеченцев? Ну, конечно, нет. Для этих чеченцев конкретных, да. В целом, для чеченцев нет.